Канал Великая Отечественная Война представляет Донской фронт Донской фронт – это оперативно-стратегическое объединение вооруженных сил РКР во время Великой Отечественной войны. Фронт сыграл одну из важных ролей в Сталинградском сражении. Сталинградская битва Донской фронт начал свое существование 1 октября 1942 года. На момент образования Донского фронта его войска прочно закрепились на рубеже в Междуречье, Волги и Дона и вели активную оборону. Основная директива Ставки требовала от войск фронта удерживать рубеж по реке Дон. Два важных плацдарма На южном берегу реки и контрударами в Междуречье оказывать поддержку Сталинградскому фронту. В его задаче по удержанию Сталинграда. В октябре 1942 года фронт силами 24-й и 66-й армии проводит наступательную операцию по скованию Междуречье группировки войск противников. Чтобы облегчить положение 62-й армии, 19 октября 1942 года из района севернее города перешли в наступление войска Донского фронта. К генералу Рокоссовскому ставились решительные задачи прорвать оборону противника, соединиться с войсками Сталинградского фронта истребить вражескую группировку, прорвавшую к реке Волге. Данная операция позволила перегруппировать и сосредоточить войска для операции Уран. В конце октября из подчинения Донского фронта выведены располагающие на правом крыле 63-я и 21-й армии, переподчиненные Юго-Западному фронту. 4 ноября командование фронта получило задачи по предстоящей операции. Войска Донского фронта 19 ноября должны были наступать на плацдарм Уклейтской и из района Качалинской. Разгромив противостоящие немецкие войска, продвигаться в общем направлении, на вертячий и взаимодействовать с войсками Юго-Западного фронта, окружить и уничтожить противника в Малой Изучине Дона. После этого совместно с войсками Сталинградского фронта приступить к уничтожению основных вражеских группировок, окруженные в районе Сталинграда. К этому времени в расположение командования фронта из состава Юго-Западного фронта возвращается 21-я армия. Особая роль отводилась примыкающей к позициям Юго-Западного фронта 65-й армии генерал-лейтенанта Павла Ивановича Батова, которая совместно с силами соседней 21-й армии должна была прорвать фронт, наступать в юго-восточном направлении на хутор Вертячий. На части 24-й армии генерал-майора Галанина возлагалась сложная задача по прорыву фронта в район, примыкающий к восточному берегу Дона, и по мере возможности продвижения в направлении хутора Вертячий с целью воспрепятствовать отходу на берег реки Волги вражеских войск. Командующему 66-й армии Алексею Семеновичу Шадову ставилась задача по скаланию войск противника в районе Междуречья. В процессе наступления 24-я армия, ввиду своей общей слабости, особого успеха в осуществлении поставленных задач не достигла. 65-я армия с поставленными перед ней задачами в целом справились. В результате наступления многотысячная группировка противника в районе Сталинграда оказалась бралокирована в кольце, северо-западную половину которого представляли войска Донского фронта. С момента образования Сталинградского котла Донской фронт, стимулируемый требованием Ставки, проводит мероприятие по ликвидации сил окруженного противника. 9 декабря 1942 года генерал-полковник Василевский утверждает в Ставке план операции по ликвидации обороняющей немецкой группировки, разработанной при непосредственном участии руководящего состава Донского фронта. Но 12 декабря войска Эриха фон Манштейна развернули наступление против войск Сталинградского фронта и подготовка Донского фронта к проведению предстоящей операции была приостановлена. 19 декабря для оказания помощи в усилении артиллерии и боеприпасами в расположение фронта прибыл командующий артиллерией Красной армии генерал-полковник Воронов, принявший активное участие в переработке плана «Кольцо». Существенную помощь в подготовке операции оказывали также находящиеся в штабе фронта представители Ставки Александр Александрович Новиков и Александр Евгеньевич Голованов. 27 декабря обновленная версия плана была представлена в Ставку. Донской фронт должен был уничтожить 22 вражеских дивизии, общая численность которых к концу декабря составила свыше 250 тысяч человек. Окруженный противник не только имел значительные силы, но и опирался на хорошо подготовленные в инженерном отношении позиции. 30 декабря, согласно директиве Ставки о передаче всех войск, задействованных под Сталинградом в состав Донского фронта, влились 57-я, 64-я и 62-я армии. Срок начала наступления был назначен на 10 января 1943 года. В результате боев войска противника были рассечены на Северную и Южную группировки. Южная перестала существовать 31 января с пленением штаба фельдмаршала Паулюса. Северная 2 февраля. В ходе ожесточенных боев войска Донского фронта понесли существенные потери в людях. Также часть формирований была оставлена в районе Сталинграда для восстановления разрушенной инфраструктуры. На основании директивы Ставки от 5 февраля 1943 года Донской фронт 15 февраля 1943 года преобразовался в Центральный фронт. Командование фронта. Командующий генерал-лейтенант с 15 января 1943 года генерал-полковник Ронкосовский Константин Константинович. Члены военного совета корпусный комиссар Желтов Алексей Сергеевич. Бригадный комиссар Кириченко Алексей Иларионович. Начальники штаба. Генерал-майор 20 декабря 1942 года генерал-лейтенант Малинин Михаил Сергеевич. Командующий артиллерией. Генерал-майор артиллерии 17 ноября 1942 года генерал-лейтенант артиллерии Казаков Василий Иванович. Начальник инженерных войск. Генерал-майор инженерных войск прошляков Алексей Иванович.